Как снова привести в пригодность вашу девушку? Как возобновить мойку посуды? Как обеспечить уборку квартиры? Ладно, не важно. Тут уже всякие извращения пошли. Как быстро вылечить девушку от простуды? Девушка, подай сигнал. Тут уже на сигнал сил не хватает. Нет, на самом деле, все гораздо лучше. И благодаря чему все это в итоге случилось за буквально два дня. От температуры, кашля, сморчков и соплей, или как они там называются, к здоровому человеку, которого можно было бы посадить, в принципе, на станок, если бы был подходящий велосипед. Но я использовал, в том числе, вот эти замечательные органика, Вашингтон, апельсины, в том числе, ищите Новелину. Новелину были сезон до этого, да, Вашингтон. Действительно, они просто очень-очень вкусные. Конечно же, витамин С и прочее обладают все остальные виды, сорты апельсинов. Можете приобретать их тоже. Но достаточно их почистить. Кожурку, если у Вас есть дегидратор, сохраните. Опять-таки, можно с внешней стороны на терочку. И все, что у Вас получилось, в дегидратор засунуть. Потом в хороший миксер у Вас получится порошок, который просто будет бомбезный в отношении витамина С. И стоить будет, ну, это мусор буквально, да. Люди выкидывают кожурки в основном. Но вот такие порошки по Европам, в том числе, из сушеной горчицы, ну, стоит за 100 грамм 7-8 евро. Ёлки-палки, сделайте. Это не так сложно, у кого есть, опять-таки, дегидратор. В том числе, я использовал то, что уже заказывал на iHerb. Астрогал. Астрогалус – это экстракт корня растения 100%. Там больше ничего нету. Это топ растений, да, в том числе, по платным научным исследованиям. Оно было доказано как мощнейшее средство для укрепления иммунной системы. В том числе, я уже рассказывал, откуда я знаю про это платное исследование. Один немецкий ютубер покупает их и раскрывает для всех. Это здорово. Большой палец ему. Ну, именно от него я это астрогале услышал. И действительно, это то средство, которое и для меня действует. Я не болел в прошлом году. Это, ну, вообще здорово. То есть, что-то новое для меня, так сказать. Но до сих пор тоже периодически. Я употребляю его периодически. И всё топ. В том числе, пробиотики. Кто-то интересовался, как они точно называются. Вот сейчас вы можете точное название увидеть. Тоже на iHerb. И тоже в ссылке в описании можно мой код использовать. Мы почти 300 набрали, конечно. Но iHerb до сих пор 40 долларов проверяет. Чтобы в итоге 300 получилось для выплаты. Но называется он пробиотик. 10-25 биллион. 10 пробиотик стрейнс. И, короче, тут всякой штуки полно. Конечно же, всё по вегану. И в комбинации с ним, с пробиотиками, инулин, pure powder, тоже органик, бла-бла, всё по вегану. И почему инулин тоже купил? Потому что, вот, опять-таки, тот же немец, тот же, те же платные исследования показали, что пробиотики вообще тоже повышают иммунную активность. Организма просто очень здорово. И всем советую это употреблять, чтобы, опять-таки, профилактику болезней проводить и прочее. В любом случае, то средство, которое он рекомендовал, оно содержало инулин, но стоило дороже почти два раза вроде как, чем я вот это заказал. Но в этих пробиотиках, вот этих 10, там, что-то, strains, этих бактерий различных видов, там инулина не было. И я инулин отдельно сказал. Поэтому, да, инулин тоже пищеварение. Соответственно, основные проблемы, в принципе, с иммунной системой и с пищеварением. Именно поэтому нужно смотреть, что ты ешь, потому что именно еда, да, питание питает твою иммунную систему. Она, конечно же, как и все любые клетки в вашем организме, работает на глюкозе, сахаре, да, но от головы сахара ничего, какой-то особой активности не будет. Зато сахар, конечно, здорово применяется во время спортивной активности и таких вещах. То есть здесь не стоит как-то сахаром догоняться, если ты болеешь. Там пищеварительной ценности не так много, там много спортивной ценности. Это нужно ассоциацию у себя такую сделать. Сахар не вредно, сахар для спорта. Спортом не занимаешься, руки прочь. Это, в принципе, такой вопрос. В том числе, конечно же, коктейль из куркумы, мощнейшее просто средство. В том числе Григорий Точеный делал видео по этому поводу. Ссылка будет где-то здесь. Здесь и в отношении 10 к 1 к черному перцу. Почему черный перец? Он увеличивает активность полезную куркумы в разы. И вот такую комбинацию даже в капсулах продают. Причем за огромные деньги. Лучше, конечно, самому смешивать. И в том числе приятнее пить. Не просто с водой разбавлять, или там рис, все, блюдо как бы портить, я не знаю. Но действительно не пугайтесь. Мега-дос куркумы. И мешать их лучше всего с соком фруктовым. Мы сделали такой опыт. В том числе за эти 2 дня я, конечно же, променял различные свежие фрукты, овощи. В том числе паприку. Паприка очень-очень богата. Витамином С, в том числе больше, чем лимон сам. И выбирайте красную. Красную паприку. Если вот 3 цвета у вас есть на выбор. Желтая, зеленая, красная. То красная содержит, конечно, больше всего питательных веществ. В овощах, в принципе, так и заведено. Чем темнее, тем больше питательных веществ. В кино, например, тоже белое. В ней и так до хрена всего хорошего. Но в темный, в черный, да, в ней еще больше. Но это, конечно, такие нюансы, которые в итоге картины не сделают. Если, допустим, черные или красных перцев у вас недоступно. В том числе свекольный сок. Свекольный сок это тоже мощнейшее, тоже научными исследованиями доказанное средство для спортсменов актуально, которое восстанавливает, опять-таки, весь организм, делать ему перезагрузку топ, топ средство для всех, кто занимается спортом, да, для всех, кто нуждается в быстром восстановлении или эффективном, да, эффективном и быстром восстановлении после тренировки. Конечно, он может добавить свекольный сок, либо настоящую свеклу. Через соковыжималку хорошую можно, конечно, протянуть. У кого есть, опять-таки, у меня нет. И мы просто покупаем свекольный сок. В том числе имбирь. Имбирь просто добавляем в чай. В чай, чаев, кстати, тоже различных я понапокупал. И, значит, тоже с имбирем, гибискус. Плюс такие вещи тоже всё имеет, так или иначе, научный фон. Просто так я не беру там какие-то случайные смеси, там, это вроде как понравилось по вкусу. Полезные вещи мне, в принципе, по вкусу нравятся. Имбирь не исключение. Очень полезная штука, в том числе для горла. Конечно, если есть насморк, тоже можно как вариант использовать чеснок. Это я только вот слышал. Вот этого научного фона я не уверен, есть ли или нет. Но чеснок обладает антибактериальным действием. Его можно выжать. Сок его на палец и помазать, соответственно, внешне. По крайней мере, нос от насморка, в принципе, должно помочь. В том числе по чесноку я слышал. Вот сейчас одно из последних видео этого немца. Я его не смотрел. Но заголовок был такой, что чёрный чеснок в несколько десятков раз обладает сильнее действием, чем белый, соответственно. Но чёрный чеснок, конечно, ещё поискать нужно. Тем более у нас. Я не знаю, может, у вас более распространён чёрный чеснок. Но, в принципе, да, это всё было просто витаминизирующее два дня. Просто максимум витаминных бомб. Конечно же, я советую питаться примерно так или включать названное периодически для профилактики, да, можно сказать. Но свежие фрукты, овощи, понятно, можно каждый день использовать. Это же я так просто привёл. К примеру, опять-таки, последние дни мы свежих фруктов мало кушали, потому что были в разъездах, там, гости и прочее, там, пироги и всё, такие вещи. Но это было, в принципе, всё. Как ты лечишь девушку или девушки, как вы лечите парней? Поделитесь об этом в комментариях. Спасибо за внимание и соответствующую оценку видео. До новых встреч!